Метро Экспо 2019, день 2. Мы сегодня общаемся с самыми необыкновенными гостями. Алексей Шереметьев, компания Доброе Поле. Алексей, здрасте, как настроение в первую очередь? Отлично, очень хорошо все, позитивно. Вы, я смотрю, пришли не с пустыми руками. У нас тут огромное количество образцов вашей потрясающей продукции. Немножко расскажите поподробнее о своем бизнесе. Мы начали как производители яблочного сока. Просто попробовали однажды это в Австрии и понравилось. Решили, так сказать, освоить это у нас на родине. Начали с производства натурального яблочного сока. Это сок свежевыжатый, нефильтрованный, без добавления консервантов, без добавления сахара, пастеризованный. Не содержит никаких других ингредиентов, кроме самого сока. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний момент это один из самых популярных продуктов вашей компании? Да, это на сегодняшний момент составляет практически 80% продаж. Ну, потому что мы с него начали, и он идет как ведущий продукт на данный момент в компании. Яблочный сок – это, безусловно, вкусно и полезно. Но я так думаю, что это не единственный продукт, который находится на полках в вашем предприятии. Расскажите о том, что еще представляете, какие интересные продукты, что люди пьют сейчас вообще. Да, вот мы, в принципе, делали акцент на то, чтобы производить сок без добавления консервантов, и исключительно сделали акцент на то, чтобы это был натуральный сок, ну, как есть. Попробовали эксперимент с томатным соком, но он имеет очень нейтральный паш, и поэтому без добавления даже той же соли сделать... Его вкусным? Нет, вкусным можно, да, все отлично получается, но хранить очень сложно. Очень необходимо точно выверять технологию. И ввиду того, что это был тестовый продукт, ну, как бы, тестовый продукт, мы пока что на нем прекратили, и вот переключились, вернее, не переключились, а добавили в линейку производство морсов из натуральных российских ягод, как бы, традиционных. Это клюква, черная смородина, я вижу, ежевика и... А давайте прямо вот покажем, да, вот, может, вот, вот, чуть повыше поднять, для того, чтобы это можно было увидеть нашим зрителям. Вот, соответственно, ежевика. Да, такие крутые продукты. Клюква, черная смородина и брусника. Как вообще, по вашему мнению, сейчас развивается этот рынок, в каком направлении мы двигаемся, и будут ли популярны по-прежнему и востребованы соки, как раньше? Вот, исходя из итогов предыдущих выставок и выставок, где мы участвовали, как бы, отзывы о нашей продукции достаточно положительные. То есть, когда люди пробуют, обычно такая ассоциация, как у бабушки, как у мамы, как у дедушки, там, или как в детском саду. То есть, ну, узнаваемость достаточно высокая, и ввиду того, что это натуральный продукт, он вот засел у людей еще с детства, с какого-то там, когда люди пребывали... Ассоциации, да. Ассоциации там на дачах, в деревнях, очень, как бы, спросом пользуются. Но идет сейчас развитие, то есть и поставщики оборудования, которые, ну, на котором можно производить этот вид продукции. В принципе, говорит о том, что популярностью пользуются. И, как бы, морсы, ну, как исконно натуральный, исконно русский вид напитков, наряду с квасами и соками, тоже популярностью пользуются, как нигде. Я думаю, что он не потеряет актуальности никогда, потому что по-прежнему в жаркий летний день что мы предпочитаем? Мы предпочитаем выпить стакан охлажденного морса, и это действительно доставляет нам невероятное удовольствие. Я желаю успеха вашему бизнесу и хочу, чтобы продуктов на ваших полках стало как можно больше. Спасибо большое. Спасибо.